всем привет вы на канале моталайф я комбат и у нас сегодня рубрика вкусняшка с комбатом мы сегодня с лёхой кстати это мой кум и сегодня он будет главной роли так как это блюдо умеет готовить только он на всем белом свете как называется блюдо блюдо ребята называется ха слама поехали так мы сейчас будем начинать лёха нам постепенно будет показывать что он делает и рассказывать что зачем необходимо укладывать в казан начинаем их получается с мясом берем мясо какое мясо мясо это говядина режем ее такими достаточно не мелкими кусочками и укладываем низ казана это говядина это говядина говядина и можно еще использовать бараба баранину для хошломы сколько килограмм берем мясо мясо у нас получается ну полтора килограмма костями да с ребрами вот укладываем эти кусочки вниз казана ничего не льем никакое масло ничего кстати у нас сегодня будет хошлама я раньше делаю на воде а теперь есть рецепт на пиве то есть вместо воды мы наливаем туда пиво и попробуем как она получится из этого все так мясо мы уже порезали и уклали в казан что у нас дальше дальше у нас идет лук дальше идет слой лука кольцами да ребят мы уложили в казан мясо сверху идет лук лук нарезали и укладываем его просто таким слоем дальше у нас идут болгарский перец мы сейчас его берем и нарезаем короче ирка утром встала почистила морковку почистила картошку манера молодец так ребята смотрите вырезаем теперь вся слава лёхи да мы порезали крупными кусочками болгарский перец и сверху морковочки сверху лучка это все укладываем ребята между слоями берем специи и соль для мяса для картофельки все перемешиваем в стаканчике и слоями все укладываем и специи и так же сколько берем так ребята следующий этап у нас нарезаем крупными кусочками помидоры помидоры сколько помидоров помидоров ну шесть-семь штучек крупно нарезаны помидоры нарезаны и укладываем их сверху к перчикам и опять же все укладываем специи следующий слой мы делаем крупными кусочками нарезаем морковку укладываем морковку крупными кусочками сверху помидорчиков и опять же все специями и соль так какой у нас следующий слой следующий слой у нас идет крупными кусочками грамм 600-700 картошечка картошка крупно нарезана нарублена и укладываем это уже нас последний слой также все мало картошки они основной не основное блюдо супер чем так дальше что мы делаем дальше мы делаем следующее берем чистим два чеснока каждый этих самую каждый зубчик и учистишь да конечно чистим почистили чесночок и укладываем его самым последним так но самый главный ингредиент у нас будет дальше после того как мы все посолим и специями засыпем правильно да что это за ингредиент называется пиво 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 завершающий этап мы заливаем все двумя бутылками светлого пива ребята есть два варианта приготовления хашламы есть вариант на воде и есть вариант на пиве в этот раз мы готовим на пиве пока что мы сейчас что мы делаем все остальное казалили просто ребята залили все пивом и ставим котел на три часа на огонь так но ответственный за костер у нас дэн который никак не может разжег да и мы начинаем разжигать огонь ну все ставим котелок на огонь и три часа его не трогаем медленный огонь и она готовится через три часа мы покажем что же получилось ну что прошло три часа уже стемнело ну сейчас будем смотреть открывай вау а ну-ка вот смотрите что это получилось ой так она такая жиденькая да мышь ничего сюда не добавляли вот это две бутылки пива и все да и вот этот смотрите это хоть что-то среднее между первым и вторым сейчас будем дегустировать я будем дегустировать пробуем этот слушай похоже на похоже да реально для того чтобы попробовать это действительно нужно приготовить эту хашламу правильно хашлама всему голова ну что если вам понравилось это видео подписываемся на канал ставим лайк и бьем колокольчик чтобы не пропустить следующие видео приятного аппетита и легкие спасибо пожалуйста на здоровье тоже реально вкусно пробуем сушок видео что что то про стоп видео не слушай вкусная его просто что то про стоп видео Субтитры сделал DimaTorzok